Волшебный праздник во дворе. Из-за коронавирусных ограничений во Владимире отменены массовые новогодние мероприятия. Поэтому небольшие праздники с соблюдением мер безопасности проводят во дворах для местных жителей, малышей и взрослых. Одно из таких новогодних представлений устроили для нескольких домов на улице Тихонравова. Во дворе поставили праздничную ёлочку. К детям приехали сказочные персонажи. Мишка, Снегурочка, Зима и даже символ наступающего года. Для ребят приготовили танцы и забавы. Готовы! Ручки! Смотрим на нас и повторяем движение! Мне вообще Новый год очень нравится. Это мой любимый праздник. Здесь очень весело. Всех с Новым годом! Чтобы все были счастливы и всего хорошего желаю. Местные жители рассказывают, что такие праздники очень поднимают настроение и объединяют соседей. У нас часто проводится регулярно. И каждый год, и на другие праздники тоже все спасибо и администрации, и нашему ЖЭО. Очень хорошо в этом плане. Чувствуется, что дружный дом. И как вообще отношения между соседями? Хорошие отношения. У нас очень много детей. И молодых мам. И хорошо. И бабушек все дружные. Я живу в этом микрорайоне. Пришла сюда со своими детьми на ёлочку. Мы просили ёлочку, потому что дети очень жаждут этого праздника. Для них это самый любимый праздник. Они любят это волшебство. На празднике появился и главный сказочный волшебник Дед Мороз. Его особенно ждали дети. Вместе со своими помощниками он вручил ребятам сладкие подарки. Ого-го! Здравствуйте, дети! Инициатором события стал председатель городского совета народных депутатов Николай Толбухин. Он рассказал, что к нему обратились местные жители с просьбой устроить новогодний праздник. Несмотря на все трудности этого года, людям удалось подарить хорошее настроение. Николай Толбухин отметил, что особое внимание городские власти уделяют и благоустройству дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В 2020 году в порядок привели дворы 25 многоквартирных домов. Программа благоустройства продолжится и в новом году. Выделено примерно столько же, по-моему, 36 миллионов рублей. Софинансирование жителей также не превысит 3%, что в сумме даст также где-то около 1 миллиона рублей. Уже сейчас проводится конкурс по отбору подрядных организаций на следующий год, тех организаций, которые будут заниматься благоустройством дворов. Сейчас разыгрывается 23 дворовых пространства. Председатель горсовета отметил, что по результатам конкурса будет экономия денежных средств. Она позволит включить в программу ещё несколько дворовых территорий. Маргарита Махрова, Артём Михайлюта, 6 канал.